И это действительно очень крутой музей, потому что каждая галерея специализируется на каком-то определенном периоде. Возможно, даже на каком-то определенном, когда мы говорим о классическом искусстве и о старых мастерах, то это действительно старые мастера. Я здесь видел, что касается славянской культуры и славянского искусства, то здесь была одна галерея, которая занимается... Привет, друзья! Сегодня мы в Мастрифте, и в этом видео углубимся еще больше в мир искусства. Здесь проходит одна из крупнейших и авторитетнейших выставок мира, посвященная изящным искусствам. Она называется ТЭФАФ, и она распределена на несколько зон по различным темам. Это, безусловно, живопись, это антиквариат, это ювелирное искусство, это современное искусство, современный дизайн, этнические виды искусства, античное искусство и различные вариации этого искусства внутри каждой отдельной зоны. Здесь представлено огромное количество галереи, и вот этого самого искусства здесь такое количество, что хватило бы не на одну национальную галерею. И, в общем, я, поскольку не являюсь большим специалистом в антиквариате, живописи, я сюда пришел именно как, ну, по сути, в музей. И это действительно очень крутой музей, потому что каждая галерея специализируется на каком-то определенном периоде, возможно, даже на каком-то определенном авторе, на какой-то определенной стране, зоне и так далее. И подборка исключительная. Здесь нет абсолютно случайных вещей. И каждая галерея еще, помимо всего, представляет уникальную сценографию. Как здесь работают со светом, может позавидовать любой приличный музей. Это абсолютно точно, потому что некоторые произведения буквально светятся изнутри. Причем, когда мы говорим о классическом искусстве и о старых мастерах, то это действительно старые мастера. Я здесь видел и Брейгеля, и Каналетта, ну, конечно, импрессионистов, и Ренуара, и, конечно, авторов уже и 20-го столетия. Здесь и Хуан Миро, и Кандинский, и Шагал, и много очень авторитетных современных авторов здесь я тоже увидел. Понятно, что это не первые линии, не самые выдающиеся и самые ценные произведения. Вот они точно в национальных галереях. Но это очень серьезные образцы, и они стоят действительно очень серьезно. Начиная от нескольких сотен тысяч евро и заканчивая миллионами в буквальном смысле. Поражает не только география самого искусства, но и также география галереи, которая его представляет. Понятно, что есть определенные центры галерейного бизнеса. Это, прежде всего, Лондон, Париж, конечно, Нью-Йорк. Но здесь вы увидите галереи и из восточных стран, то есть Япония, Сеул и, естественно, из Европы. Ну, прежде всего, из Голландии и Бельгии, потому что мы все-таки находимся сейчас в Бенелюксе, вот буквально практически в самом центре. Очень много представителей из Италии, достаточное количество из Испании, есть из Норвегии, есть из Португалии даже. В общем, много откуда есть. Вот восточной Европе я, кстати, не увидел, хотя в восточной Европе есть что показать. Но, тем не менее, что касается славянской культуры и славянского искусства, то здесь была одна галерея, которая занимается именно русскими иконами. И вообще, как отдельное направление, религиозное искусство здесь тоже довольно широко представлено. Еще одно важное отличие этой выставки от многих других декоративных или дизайнерских, она очень здорово организована с точки зрения каких-то дополнительных сервисов и удовольствий. Ну, понятно, здесь собираются люди очень непростые, коллекционеры или даже представители коллекционеров. И они проводят встречи в очень уютных барчиках. Причем они здесь абсолютно разные. Их я насчитал порядка шести. Здесь есть и устричный бар, и суши-бар, и различные другие. И еще помимо этого есть рестораны. И это действительно очень здорово, потому что, как правило, на дизайнерских декоративных выставках поесть нормально просто невозможно. А здесь вы получаете еще и определенный гастрономический опыт. Что касается ювелирного искусства, то здесь представлен тоже весь цвет этого мастерства. Здесь вы встретите и Кортье, и Ван Клифф Арпельс, и кого вы только здесь не увидите. И это исторические вещи, которые имеют ценность, еще и антикварную, помимо ценности, как драгоценных изделий. И, конечно же, помимо современного искусства, здесь есть и современный дизайн. То есть тот самый коллекционный дизайн, который мы обсуждали в недавнем эпизоде с выставки Collectible, которая проходила в Брюсселе. Здесь уровень этого дизайна несколько повыше. Хотя, в общем, и на той выставке было на что посмотреть, и были довольно выдающиеся образцы. Так что я вам рекомендую пересмотреть тот эпизод, сравнить и написать, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно, напишите, что вы думаете по поводу выставки ТИФАВ. Хотели бы вы отправиться в такую импровизированную, практически национальную галерею? Или лучше посетите Эрмитаж или Третьяковку? Друзья, я надеюсь, вам понравился мой небольшой обзор. Мне здесь, конечно, очень тяжело ориентироваться, и я вряд ли смогу рассказать о каких-то трендах. Ну, в общем, их на самом деле и нет, потому что это в большей степени классическое искусство, которое состоялось, которое вне времени, вне трендов, и оно украсит абсолютно точно любой интерьер. Ну, а я вам желаю заработать столько, чтобы вы могли себе позволить абсолютно любое произведение с этой выставки и из этих галерей. Поставьте лайк, напишите что-нибудь приятное, поделитесь этим видео с друзьями, пусть они тоже узнают о том, какие бывают удивительные и красивые выставки. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok